МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Танцуют все. Финалистка знаменитого российского проекта провела в столице Чувашии мастер-классы. Добро пожаловать! В столице Чувашии обсудили перспективы развития въездного туризма. Надежда Черноморского форпоста. Чувашская делегация в Крыму встретилась с призывниками флота. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миссия выполнена. Чувашские предприятия начали налаживать тесные контакты с зарубежными партнерами. В Министерстве экономического развития и торговли озвучили первые итоги презентации республики в турецком посольстве и в Крыму. Не прошло и недели, а турецкие предприниматели уже готовы заключать контракты с бизнесменами из Чувашии. К примеру, в одной из зарубежных компаний намерены реализовать крупный проект с чувашским предприятием по производству текстиля. Иностранные партнеры проявили интерес к агропромышленной отрасли. Не исключено, что на территории республики откроются турецкие заводы по переработке молока и фермы по разведению крупного рогатого скота. Две компании из зарубежа заинтересовались и базальтовыми технологиями для строительства домов, которые производятся в Чебоксарах. Напомню, что презентация чувашских предприятий в посольстве Турции состоялась на прошлой неделе. Свои возможности потенциальным партнерам представили 8 промышленных организаций Чувашский государственный университет. Начало сотрудничества положено, но участники встречи уверены, что в ближайшее время будут заключены новые контракты. Пошли конкретные контакты, люди увидели друг друга и люди хотят друг с другом разговаривать как минимум. Поэтому начало положено хорошее, конечно. Насколько эта презентация состоялась, покажет только время. Потому что презентации делаются не ради презентаций, а ради того, чтобы появились совместные проекты. Вот если через месяц, через полгода, через год мы снова встретимся и поймем, что эти проекты появились, людям интересно работать вместе, и что они, работая вместе, делают больше, это означает, что мы на правильном пути. Презентация была многогранной и многосторонней, объяснила обо всех аспектах и представила весь потенциал Чувашской республики. Чувашские предприниматели уже планируют заключить контракты с бизнесменами из Крыма. Уже в ближайшее время в округе намерены подписать документы на поставку строительных материалов. На заводе по производству марочных вин в Севастополе проявили интерес к чебоксарским цистернам и танк-контейнерам. Чуваши в Крым, возможно, будут поставлять оборудование для школьных столовых, а студенты и преподаватели Севастопольского университета приедут на предприятие Чебоксарского электротехнического кластера на стажировку. Деловая миссия оказалась довольно продуктивной. В ее состав вошли представители 23 предприятий. Бизнесмены провели встречи со своими коллегами из Симферополя и Севастополя. Опросы охраны здоровья населения обсудили сегодня на седании правительственной комиссии. Речь шла о грантовой работе общественных организаций, о внедрении комплекса ГТО и о профиле здоровья столицы республики. Укрепление здоровья и повышение качества жизни населения республики – это и есть главная задача недавно созданной правительственной комиссии. Сегодня состоялось ее первое заседание. Председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Маторин отметил, что большая роль в охране здоровья принадлежит общественным организациям. В 2015 году женсовет Чувашии стал победителем открытого конкурса по выделению грантов от общероссийской общественной организации Лига здоровья наций. Проект «Ради жизни» получил финансовую поддержку в размере полтора миллиона рублей. Проект начинает с февраля свою работу. И в рамках проекта планируется организация уже центра психологической поддержки для онкобольных пациентов в диагностическом центре республиканского онкодиспансера, где будут организованы зоны лечебной физкультуры, медицинской, психологической реабилитации, предусмотрены выездные дни здоровья в районах и городах Чувашской республики. На совещании был рассмотрен и вопрос сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С 2015 года Чувашская республика, наряду с еще 12 регионами, стала пилотной площадкой по внедрению ГТО. Надеемся с 1 сентября уже выйти на штатный режим работы по этому направлению. В настоящее время обучаемые специалистов и подобраны уже места сдачи во всех муниципалитетах. Прежде всего ФОКИ и общеобразовательные учреждения. В столице республики уже более 10 лет работает в международном проекте «Здоровые города». А почти год назад в Чебоксарах создан координационный совет проекта. Войдя в российскую региональную сеть, столица вплотную занялась здоровьем жителей. У российских городов, которые участвуют в этом проекте, у всех есть свое лицо. У всех есть тот проект, который они развивают, и своей визитной карточкой, свой имидж. Ну и безусловно, здесь для города Чебоксара этот проект стал, это занятие спортом на свежем воздухе. Но у нас и условия залива, сами условия архитектуры города позволяют все это развивать. Ну и на наш взгляд, нам казалось, это совершенно элементарный уличный тренажер, который у нас в городе устанавливается, в том числе и во дворах. Но на уровне России мы оказались ярким примером. Особое внимание в Чебоксарах планируют обратить на доступность физкультурно-оздоровительных сооружений для лиц с ограниченными возможностями. Правительственная комиссия продолжит свою работу. Марина Рябцева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Пока рос курс доллара, желание и возможность россиян отдохнуть за рубежом пропорционально падали. Спрос на туры в другие страны сократился на 14% по сравнению с 2013 годом. Внутренний поток, наоборот, увеличился на 15%. Как привлечь отдыхающих в наш регион? Обсудили на расширенном заседании Межведомственного совета по развитию туризма в Чувашии. В республике более 140 туристических фирм, которые ведут работу по развитию внутреннего въездного и выездного туризма. В 2014 году они обслужили свыше 150 тысяч человек. И это на 5 тысяч человек больше, чем годом ранее. В Чувашии отдохнуло 44 тысячи человек. Все основные показатели отрасли туризма растут. Однако один вызывает тревогу. За навигационный период 2014 года речным портом города Чебоксары было принято всего 239 теплоходов. Для сравнения, в 2013 году этот показатель составил 313 единиц речного транспорта. Такой резкий спад вызван с изменением географии речных круизов в сторону северо-западного региона. Прежде всего, в основном в связи с низким горизонтом уровня воды в районе городецкого шлюза. Ну и дороговизна путевок на речные круизы тоже сыграла свою роль. Для привлечения потока туристов необходимо создавать оригинальные проекты, свойственные нашей территории. Сегодня Министерство культуры работает над концепцией водного такси. Такое поручение дало правительство республики. На сегодняшний день подготовлен проект документа. На начало лета запланирован анализ береговой инфраструктуры реки Волга Чебоксарской республики для организации стоянок речного транспорта. Предполагается создание диспетчерского пункта и запуск механизма работы водного такси на базе имеющегося маломерного флота Чебоксарской республики. В регионе ведется активная работа по созданию парка «Этническая Чувашия». В этом году началась разработка автотуристского инвестиционного проекта «Чувашия – сердце Волги». Министерство культуры постоянно участвует в выставках и презентациях. В марте этого года республика примет участие в главной туристской выставке России «Интурмаркет». Анастасия Алексеева, Расиль Мухаммедов, Республика. Во время рабочего визита в город Севастополь глава республики Михаил Игнатьев встретился с земляками-матросами. На Черноморском флоте сейчас проходит срочную службу более 30 чувашских призывников. Все они морские пехотинцы выполняют задачи на боевых кораблях. С новобранцами Черноморского флота познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Черноморский форт-пост всегда считался важнейшей стратегической точкой. Город не раз подвергался атакам, но его рубежи оставались под надежной защитой. Жители Севастополя отстояли свои границы и год назад. Когда крымчане решили выйти из состава Украины, военные не допустили переворота. Город вернулся в родную российскую гавань. На Черноморском флоте сейчас служат и чувашские призывники. Матрос Евгений Алексеев был призван сюда 8 месяцев назад. Юноша говорит, что о морской пехоте грезил с юности. И вот теперь его мечта сбылась. Задачи достаточно разные. В основном все это входит в боевую подготовку. Тактическая подготовка, огневая подготовка, вождение боевых машин в различных условиях местности. Глава республики Михаил Игнатьев встретился с чувашскими призывниками на территории мемориального музейного комплекса «35-я батарея». Именно здесь в годы войны располагались боевые орудия, которые обороняли Черное море и сбивали вражеские самолеты. В 43-м году, когда боевые запасы были израсходованы, в военно-морском флоте батарею решили уничтожить. К этим помещениям примыкал орудийный блок второй башни. Мы увидим с вами только колодец, потому что, к сожалению, башни были взорваны в ночь на 2 июля 42-го года. В 60 метрах первая башня, она ближе к морю, и глубина залегания этого коридора 30 метров. Долгое время на этой территории не было ничего, кроме руин в музейный комплекс она преобразилась, благодаря меценатам. 35-ю батарею восстановили в точности именно так, как она выглядела в 40-х. Хотя это было и непросто. Черные копатели разграбили все, что было можно. Черные копатели срезали металл, и от входной двери сохранились только дверные петли. А сама дверь была толщиной 150 миллиметров. Сейчас здесь не только проводят экскурсии, но и принимают присягу матросы-новобранцы. Чувашской делегации устроили особый прием. Гостей приветствовали казаки и матросы Черноморского флота. Гости из Чувашии возложили цветы к стенам Некрополя. Глава республики вручил своим землякам, матросам, часы с чувашской символики и пожелал им достойно служить на благо Родины и Черноморского флота. Но некоторые ребята признаются, что хотят вернуться на Черное море снова, уже на контрактную службу. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из города Севастополь. Все профессии нужны, все профессии важны. В ДК Чугу состоялось торжественное открытие Республиканского чемпионата рабочих профессий. За право быть лучшими будут бороться 50 студентов и молодых рабочих со всей Чувашии. Победители регионального чемпионата поедут в Самару на чемпионат Приволжского федерального округа. WorldSkills International – это международное движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий. В ВСИА существует уже несколько десятилетий. Создатели поставили перед собой амбициозную цель – мотивировать молодых людей к профессиональному росту. Я решила принять участие в этом конкурсе, потому что хочу повысить свою квалификацию, знать больше свою профессию, но она мне поможет в будущем. Я бы хотела стать банковским работником, работать по своей специальности. Лучше всего это делать посредством соревнований. Поэтому ассоциация остановилась на организации конкурсов профессионального мастерства. Региональный этап чемпионата проходит в нашей республике не первый год. За это время вырос интерес не только к чемпионату, но и к самим рабочим специальностям. Очень важно не только поднять престиж в профессии, а еще показать уровень, планку профессии, на которую сегодня наши ребята могут выйти. Сегодня трудно представить вообще нашу жизнь без рабочей профессии. И исходя из этого нам нужно сказать, что ребята рабочей профессии нужны, они сегодня востребованы. Победителей будут выбирать в девяти направлениях. Наша съемочная группа всю неделю будет следить за ходом соревнований. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Хорошие манеры, достойное поведение и умение танцевать – вот что объединило юных кавалеров и дам на настоящем балу доблести, чести и славы. В художественном музее на Георгиевский бал собрались ученики средних и старших классов города Чебоксары. В память о героях Отечества главным символом вечера стала Георгиевская ленточка. Девушки в элегантных платьях, юноши в костюмах на время окунулись в эпоху прошлого века. Когда идет бал, когда люди одевают специальные одежды, когда они ведут себя достойно, вы знаете, это повышается человеческое достоинство. И я думаю, что вот в этом даже и хочется себя держать определенным образом, хочется общаться определенным образом. Я думаю, что это тоже патриотизм. Пары кружились в вальсе, исполняли польку, мазурку и кадриль. Атмосфера старинного бала, где порой случаются признания в любви, где юноши делают комплименты своим дамам. Такое почти не встречается в современной жизни. Для Елены Полутовой посещение балов уже стало традицией. Я хожу на балы уже четвертый год и на каждом балу открываю что-то новое. Это новые знакомства, новые друзья. На таком мероприятии, мне кажется, что я перенеслась в прошлое. Я познаю культуру своей страны. Мне кажется, что я в 19 веке. Я очень люблю петь и танцевать, поэтому эти балы для меня очень важны. Мои друзья с удовольствием ходят. Я учусь в социально-экономическом классе, учу историю, поэтому я могу считать себя патриотом. Обязательные участники бала – кадеты. Недавно юноши удостоились чести стать участниками военного парада памяти в Самаре. Там они получили особые медали. Быть на этом Георгиевском балу – большая честь, потому что нужно быть не только кадетом, нужно быть еще как простой человек. Я хочу служить стране, приносить пользу ей, чтобы она процветала, чтобы не было невзгод никаких. Традиции Георгиевского бала нерушимы. Историю нельзя переписать. А это значит, что чувство патриотизма, любви к родине – вневременные понятия. Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика. Зрители национального телевидения знают наш весенний телевизионный проект «Отличные студентки». Рад вам сообщить, что участница прошлой программы Мария Максимова сейчас представляет Чувашу на конкурсе «Новая звезда». Подробности в сюжете Марины Рябцевой. Мария Максимова в прошлом году в проекте «Отличные студентки» представляла свой вуз – педагогический университет. А сейчас девушка защищает честь нашей республики на телеканале «Звезда». Маша считает, что попасть туда было настоящим чудом. У меня положение попалось на руки 26 ноября, и прием заявок заканчивался именно в этот день. А он мне попался в 7 вечера. То есть буквально за пару часов мы сняли ролик, как нужно было сделать. Маша успела оформить все документы и отправить заявку на участие в конкурсе. И, как оказалось, сделала она это не зря. Именно ее кандидатура и была одобрена Министерством культуры Чувашии. Быть представителем какого-то региона – это нести большую ответственность на себе. И как будут на тебя потом люди смотреть. Если вдруг бы что-то не получилось у меня, люди бы стали бы осуждать и говорить, вот, надо было других отправить, может быть, получилось бы у других лучше. Вот это, конечно, была самая большая опасность. Маша не подвела. Девушке удалось выйти во второй тур в проекте «Новая звезда». И проходит во второй тур Маша Максимова. Музыка. Прямо это самое лучшее, что вообще случилось в моей жизни. И что я попала именно на конкурс «Новая звезда» – это просто удача. Это большая удача и большая возможность мне, как вокалисту, и вообще другим людям, которые тоже вроде пытаются, вроде хотят участвовать. Но это я своим, так скажем, примером показываю, что не надо бояться. Нужно идти и нужно стремиться к этому. Марина Рябцева, Сергей Рябчиков, Республика. Танцевальный вихрь закрутил в своих объятиях полстраны. Учиться этому искусству стало модным. Танцуют все – от детей до пожилых. Участники всевозможных проектов ездят по городам и весям, проводя мастер-классы. И чебоксары не стали исключением. Подробности у Юлии Важениной. Поворот, поворот, бум-ка-ка, бум-а, тара-та-та, тара-та-та-та, 5, 6, 7, 8. Джаз-фанк, воук и контемпорари. Именно эти направления решили освоить чебоксарцы. Преподать урок по самым современным танцевальным стилям в столицу Чувашии приехала финалистка проекта «Танцы» Алиса Доценко. Кстати, эти направления чебоксарцы выбрали сами. И по мнению хореографа, это самые сложные стили. В контемпораре много тонкостей, которыми нужно владеть, элементарно, да, владение классикой, вращением, прыжки, без которых хореография смотрится не так насыщенно. А в воге много техники и много именно теорий, которые нужно знать. Дэнс-холл проще, я думаю, потому что он более свободный стиль, а джаз-фанк – это просто стиль, чтобы покайфовать, потанцевать, получить удовольствие. Удовольствие чебоксарские танцоры, несомненно, получили. На занятия пришли около 200 участников, полный ажиотаж. Многие говорят, что сбылась их давняя мечта. Все супер, очень понравилось, очень здорово. Алиса – прекрасный танцор, хочется что-то перенять, что-то новое для себя открыть. В общем, все здорово, очень нравится. Потрясающе столько эмоций, я очень рада, что к ней приехала. Я давно ее ждала, прямо с самого начала танца, и у меня куча эмоций. Алиса – универсальный танцор. Она знает много стилей, у нее отличная техника, да, и к тому же она просто хороший человек. Очень хочу, чтобы чебоксары выходили на новый уровень и понимали, что такое джаз-фанк, что такое вок, что такое контемпорарий. Что касается самой Алисы, то чебоксарскими танцорами она осталась довольна, как и мастер-классом в целом. О, классно, классно, классно. Ну, на самом деле, очень не подслуживайте, потом вы смотрите. Очень много людей, от этого сразу энергетика такая классная, они такие все стоят, смотрят, так классно, классно. Ну, круто, круто, мне очень понравилось. И, кстати говоря, станцевали. Станцевали очень хорошо. Очень важно просто, чтобы танцоры в городе хотели того, чтобы мы приезжали, чтобы мы их чему-то учили. А когда ты заходишь в зал, и тебя встречают 180 пар глаз, которые действительно ждут, ждут, когда ты залезешь на эту сцену, начнешь им что-то показывать, рассказывать. Конечно, это очень круто, поэтому я думаю, что в больших городах такое редко бывает. Мне очень радует, что они стремятся сделать все так, как нужно, они стараются, вот, даже если сейчас посмотреть назад, они отрабатывают хореографию, которую я им только что дала. Вот, это круто, чего пожелать. Пускай развиваются, пускай ходят на классы, пускай смотрят видосы, вот. И я считаю, что начать танцевать не поздно никогда, а научиться чему-то большему в силах вообще любому танцору. Планы на ближайшее будущее большие. Преподавание в собственной школе, мастер-классы и большой тур по городам России вместе с участниками проекта «Танцы». Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Таким стал вторник, 3 марта, глазами корреспондентов национального телевидения «Чуваши». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова